А в Мариинском парке продолжается история с постановочными митингами, цель которых либо попиариться, либо, как считают эксперты, сохранить в кресле Ульяну Супрун. Превращая вопрос, волнующий миллионы украинцев, это реформирование медицины, в проплаченный балаган. Мусор, пустые бутылки и поломанные лавочки. Это все, что оставил после себя вчерашний фейковый митинг партии за життя. Грозились выйти под Минздравы сегодня, но то ли заказчики разочаровались, то ли Рабинович по привычке финансы потратил на собственные нужды. В общем, акцию протеста просто слили. Еще вчера с голубых экранов Рабинович утверждал, что акция бессрочная, стоять будет до победного конца. Пенсионерка Мария Ивановна прониклась популистскими заявлениями нардепа. Говорит, сегодня пришла к Минздраву и удивилась. По телевизору показывали, что Рабинович там такой сякой, деньги собирает там, что такое. Кстати, я тоже пришла посмотреть, что это. А тут, оказывается, наркотики. Политологи шутливо называют акции партии за життя передвижным цирком Рабиновича. Ранее мы выяснили, что митинг был проплаченным. При этом на руки участникам выдавали всего по 30 гривен. Прошлогодние летние акции нардепа возле Нацбанка обходились дороже. Тогда каждому присутствующему по списку платили по 150 гривен. Но, несмотря на громкие заявления, акции неожиданно прервались. Эксперты не исключают, что Рабинович деньги спонсоров, выданные на протесты, мог положить себе в карман. Либо же заказчик проплаченного митинга разуверился в исполнителе. Прежде всего надо учитывать, что стиль Рабиновича – это театрализованные политические шоу. Нанимают массовку. Те же пенсионеры, в основном преимущественно пенсионеры, за деньги. Дальше есть организаторы, есть кричалки, есть модераторы всего этого действия. Это театрализованное политическое шоу, постановочное шоу. Поэтому это спектакль. Спектакль для телекамер и спектакль для публики. Более того, утверждает Фесенко, эта ситуация может сыграть на руку Ульяне Супрун. И даже укрепить ее шаткие позиции. И вот эти шоу, они никоим образом не повлияют на судьбу Супрун. Действительно, как-то непарадоксально, они могут даже укрепить ее позиции, потому что значительная часть сторонников медицинской реформы, сторонников нынешней коалиции, либо сторонников Майдана воспринимают Рабиновича как чужака, как врага. И для многих это индикатор. И может не нравится Супрун, может не нравится медицинская реформа, но раз Рабинович выступает против, то тогда мы скорее поддержим Супрун, нежели Рабинович. В свою очередь, эксперты не исключают, что митинги Рабиновича – это инициатива действующей власти. А сам нардеп не более, чем политическая марионетка. Разговоры об этом шли. Шли разговоры об этом именно, опять же таки, исходя из митингов под стенами НБУ. Для чего? Для того, чтобы сначала была контролируемая оппозиция. То есть люди уже заняли пространство, люди заняли идею, они митингуют. Для новых сил по этой же тематике уже места под стенами НБУ не было. На сегодня митинг под стенами МОЗа – это тоже может быть контролируемая акция. У Вадима Рабиновича есть израильский паспорт, о чем говорили общественники и народные депутаты. И по мнению политологов, отсутствие реакции на это, в отличие от дела бывшего нардепа Артеменко, которого лишили мандата и гражданства, позволяет допустить, что все это неспроста. И в деятельности Вадима Рабиновича заинтересован кто-то из высших эшелонов действующей власти. Ольга Самарская, Андрей Максимов. Подробности телеканал Интер.